Итак, Цигун, Элина, ты занимаешься этими упражнениями, этой системой уже много лет. Сколько лет? Ну, не так, чтобы много, но больше пяти лет я, наверное, стала заниматься, когда я почувствовала, что происходят какие-то такие события, которые меня обесточивают, и вот это как раз ты энергетически выравниваешься, ты структурируешь себя. Там есть, конечно, разные возможности, но просто Цигун это самая простая, на мой взгляд, потому что она не требует какой-то там супергибкости, не требует там много времени. Да, там есть, допустим, большое дерево, ты там стоишь полчаса в статичной какой-то позе, но это вот один из вариантов. А есть такие пару-тройку упражнений сделал с утра, и всё, у тебя уже сразу энергия забила ключом, плюс пока ты это делаешь, оно там и дыхательное, связанное с дыханием, то есть там дышать нужно правильно, и, соответственно, определенные там движения делать. и пока ты вот это дыхание выравниваешь, пока ты вот это всё делаешь, мне всегда какие-то мысли приходят. Я в этот момент, когда это уже упражнение стало естественным, да, то есть пока ты только разучиваешь это упражнение, да, у тебя весь контроль идёт на то, чтобы дышать правильно в соответствии с теми движениями, которые ты делаешь, да, то есть там на это вдох, на это выдох, то есть когда это уже у тебя дошло до автоматизма, то ты в принципе, я могу сказать, что попадаешь в некое состояние изменённого сознания, оно такое полумедитативное, когда от тебя приходят какие-то идеи насчёт сегодняшнего дня, когда ты понимаешь какие-то процессы, которые происходят, да, то есть там реально такие прямо чудеса. Есть там цигун, который конкретно для очистки организма, да, то есть там происходит внутренний массаж внутренних органов, и там с утра сделал, и не надо там идти тебе, ну, желательно, конечно, ещё два стакана воды перед этим выпить натощак, и проблемы с пищеварением вообще отпадают, да. То есть это такая достаточно универсальная и очень-очень разнообразная практика, а в интернете её полно, каждый может выбрать для себя, под себя, то, что ему подходит, там, потому что есть эстетичные, есть и динамичные, то есть кому-то нравится стоять, кому-то руками махать, пожалуйста. Кто-то более силовые, там, на то, чтобы мышцами поиграть, тоже есть такие. Вот, к таким ещё, к энергетическим таким относятся ещё тай-чи и ещё некоторые виды йоги. Вот, ну, с йогой как-то, йога у меня как-то сразу не зашла, хотя у меня есть много людей, которые увлекаются йогой, они счастливы. Я что-то, наверное, просто не было человека, который бы меня ввёл так красиво, а то, что вот у меня получалось получить какую-то информацию, что-то, я, да, пробовала всякую разную. Вот. На самом деле, к энергетическим ещё относятся Тен-Секрети, вот эта Кастанедовская гимнастика. Она тоже вся есть в интернете, кому интересно, могут посмотреть. Вот. И если заниматься каждый день и, скажем так, регулярно, то, в принципе, люди рассказывали об очень интересных эффектах вплоть до сверхспособностей, да, то есть начинают, например, знать, чем занимается там тот или иной человек. Ну, это в рамках близкого круга, да, то есть родные и близкие, они начинают их чувствовать, да, то есть что там происходит с этими людьми. Достаточно интересные. В Цигуне тоже открываются такие способности, ощущения пространства вокруг себя, какие-то такие интуиции хорошо развиваются. Ну, опять-таки, это как и медитация, да, она универсальная такая система. Очень полезная. Почему Цигун? Потому что это считается в Китае, что вот эта жизненная энергия Ци, которая двигается внутри человека, если она где-то застаивается, если там где-то есть блок, то, соответственно, в том месте начинается какая-то болезнь. И гоняя вот эту Ци по своему телу, мы оздоравливаем организм. Там Цигун, чуть ли не гимнастика для пенсионеров в Китае. Ну, они там, в принципе, и живут достаточно долго и здорово. Поэтому я, в общем-то, рекомендую хотя бы элементы вот таких вот энергетических практик в утреннюю зарядку. Можешь что-то показать нам самое простое? Нет, я не буду показать. Пускай каждый найдет для себя, потому что так я буду прописывать что-то. Если мы соберем какой-нибудь такой вот выездной семинар, то там я на месте покажу. А это тут на камеру. Во-первых, здесь и места нет, во-вторых, люди может найдут что-то для себя более интересное. То есть я вот дала весь спектр, чего можно. И все в интернете. Расскажи, пожалуйста, про вот это вот сверхспособности. Какие в тебе открыли сверхспособности или у людей, которых ты знаешь? Да, ну так я же сейчас сказала, что вот знание, что происходит у людей там, у близких. Плоть до того, что звонят, а ты сейчас там. Появляется интуиция, хорошо развивается интуиция. Приходит инсайты, что вот с этим делать, что с этим делать. То есть понимание приходит. Ты, когда структурируешь тело, структурируется и сознание. Оно в принципе все взаимосвязано. Поэтому, как одна из рекомендаций таких вот. Потому что интуиция, она, хорошо развивается интуиция, она относится к сверхспособностям. Некая телепатия, да, мысли людей, ты чувствуешь людей, это уже сверхспособности. Это один, одни из вот этих возможностей. У каждого пойдет что-то свое, они почувствуют что-то свое. Но опять-таки, это при регулярных занятиях, каждодневных. То есть каждый день нужно встал с утра или вечером и заниматься. Вот увеличивается ли количество жизненной энергии благодаря этим занятиям? Поднимается ли либидо? И могут ли люди так же начать искрить, как и ты? Совершенно да, однозначно. У меня сейчас очень мальчик интересный клиент. Он как раз вот тоже всякими наркопрактиками занимается. Вот он искрит. Несмотря на то, что у него есть проблемы определенного характера, который корректируется, естественно, через психологию, через вот тут очень я занимаюсь, он искрит. И это как раз показатель того, что даже если у человека внутри не все в порядке, он не до конца структурирован, да, но занимаясь вот этими наркопрактиками, вот это конкретно, да, он, эта практика на нижней денте, она включает вот эти вот сексуальные энергии тоже. И следовательно, он становится очень привлекательный не только для женщин, но и для мужчин. Он просто вкусный для окружающих, потому что он энергетически насыщенный. Мы же не как батарейки, чтобы зарядились и должны вот это держать. Нет. У нас ключевое – расширить наш объем, потому что у нас идет энергия и сверху, и снизу, мы как проводники. И нам нужно, как он называется, центральный канал сделать шире. Чем шире центральный канал, тем больше у нас энергии и силы. Чем он уже, или вообще там чем-то забитым, тем, соответственно, мы менее энергонасыщены. То есть вот расширение вот этого канала центрального через энергетические практики дает возможность вот так вот вызывать такой позитив у окружающих людей. Потому что что в нашей Вселенной самое ценное – это энергия. Поэтому те люди, которые энергичны, они ведут за собой людей, они привлекают внимание, они кажутся всем сексуальными, они кажутся даже красивыми, несмотря на то, что если вот он там обесточенный, или она там будет. Ну, бывает у всех плохие дни, когда ты устал, когда тебя вымотали, когда тебя высосали, чувствуешь себя просто пожеванной мочалкой, и всё, ну, всё равно, это восстанавливается, это всё быстро восстанавливается. Кстати, алкоголь – один из методов сливания энергии. Алкоголь и мясная пища тяжёлая. Это как заземление считается. То есть если ты как-то учись там перемедитировал, так я фигурально выражаюсь, да, ну, чтобы заземлиться, да, то бишь прийти вот в трансовых состояниях, да, бывает тяжело обратно вернуться, да, вот чтобы заземлиться, чтобы войти в состояние здесь и сейчас, я на земле в проявленном мире. Вот это как один из методов поесть тяжёлой пищи. Поэтому те люди, которые так едят много и часто, и тяжёлую пищу, они как бы заземлённые. Им сложно какие-то такие вещи, такие неземные осознать. То есть лучше не есть мясо, да? Нет, лучше есть вообще просто, скажем, в меру. Потому что когда ты переел, всё, ты уже совсем заземлился. Мясо, оно, там разные системы на самом деле питания есть, но основное это всё-таки, что периодически давать разгрузку организму, это или голодовки какие-то, или интервальное питание, да, интервальные голодовки, да, то есть 8 часов ешь, 16 часов ты не ешь. Вот в таком каком-то формате. То есть голодовки, они дают энергию? Голодовки в том числе дают энергию, но после третьего дня голодовки. Потому что до третьего дня это ощущение, что ты сейчас помрёшь. А после третьего дня обычно включаются вот эти внутренние резервы, организм начинает пожирать те клетки, которые старые, которые ненужные, в том числе голодовками лечатся и опухоли, да, то есть остаётся только свои хорошие здоровые клетки. Вот, поэтому голодовки полезны. Считается, что голодовки в том числе поднимают иммунитет. То есть после химиотерапии рекомендуют поголодать до трёх дней, тогда иммунитет полностью восстанавливается. Я голодаю два раза в год. И в принципе я... Долго? Ну, под настроение. Ну, как бы зависимость... Сколько дней минимум? Минимум три дня. Максимум у меня был 16. Ты тогда похудела вообще? А нет, на самом деле, если ты занимаешься энергопрактиками, вообще не худеется. Так что я могу сказать, что ты не панацея для похудения. Ну вот, поэтому... А ты только воду пила, да? Нет. Воду, чай. Кефир? Последние годы я стала так брать, что я там какой-нибудь типа Айрана, что-то вот такое брала. Кисломолочное что-то. Да. Ну, это вот последнее, если так вот у меня стабильно стало последние годы держать 9 дней, ну, тогда вот я что-то такое брала. И соки, ну, не сладкие. И не цитрусовые. То есть там что-то такое. Яблочное. Яблочное. Томатное. Томатное. Вот такие. Ну, это получается там... Овощные соки, да? Ну, овощные, опять-таки, свекольные нет. Морковные. Потому что там морковные, да, томатные. Вот такие соки. Причем желательно сам это сделать. То есть я могла взять там какую-нибудь простоквашу, желательно нежирную, там что-то такое. И там с томатным соком намешать. И так, видишь, очень вкусно. Ну, это, конечно, такая не совсем голодовка, да. Ну, в общем, она считается все-таки, что чистится организм. Ну, хотя бы три дня просто на воде, это обязательно. Что еще либидо повышает? Как ты считаешь? Спорт. Спорт, движение, оно всегда... Организм в тонусе. Ты чувствуешь себя в тонусе. Основная проблема в том, что мы не занимаемся спортом. Человек, ну, вот просто, да, посмотреть, да, дети. Раз-раз куда-то на гору забрались. Взрослые, все. Мы раньше подтягивали с детства, там, ну, пять раз даже девочки подтягивались, да. А сейчас кто потянется? Единицы потянутся. У нас застой, у женщин постоянно застой в тазовой части, да. У мужчин тоже самое. Мужчинам что, приседания нужно правильно, причем приседать. У женщин есть специальные упражнения, ну, хотя бы тоже приседания делать, да. То есть, а когда у нас там застой, у нас везде застой, извините, то у нас организм весь взаимосвязан. Поэтому спорт, позитив, ну, энергопрактики, конечно, при желании, но если занимаетесь спортом, то, в принципе, он дает то же самое. Просто энергопрактики там достаточно, там, 10 минут, 15. Конечно, в идеале полчаса. Но мы не живем в идеальном мире. Если вы там 10 минут сделали там поднятие неба, удержание луны, этого достаточно будет, чтобы вы уже чувствовали себя в тонусе. Если же вы там пошли 2 часа позанимались спортом, то вам и энергопрактики не нужны, потому что вы все то же самое получили, вот этот же самый заряд. Там же включается целая куча других вещей, например, сила воли. Вот тебе не хочется туда идти. Ты себе просто, как Мюнхгаузен, за волосы тащишь в этот спортивный зал. Тебе не хочется бежать эту разминку, там, 2 километра. Но ты бежишь. Бежишь, хотя тебе кажется, что ты сейчас рассыпешься вообще просто. Потому что вчера ты винишко перебрал, да? Ну, как бы фигурально выражает. И потом, когда ты идешь в тренировки, ты чувствуешь такой подъем. Даже если ты еле-еле идешь, и ножки подкашиваются, но это эмоционально, сколько ты чувствуешь себя победителем. В первую очередь нужно уметь контролировать себя. Если ты умеешь контролировать себя, то ты тогда сможешь контролировать у других. Как я могу руководить другими людьми, если я не могу руководить собой? Вот это ключевое. То есть в первую очередь мы берем контроль над собой, над своими эмоциями, над своим образом жизни. Я не говорю, что все, там, мне надо не есть, ЗОЖ, там, Форевер, там, вегетарианство, откажитесь от мяса. Нет. Но в меру. Должны быть меры. Все можно есть в меру. Тот же самый Кастанеды, шаманы замечательно едят мясо. В нашем климате надо есть мясо, причем желательно с жирком, иначе энергии не будет. Поэтому нужно просто выбрать что-то для себя подходящее, для кого-то интервальное. Кто-то там с возрастом, кстати, люди чаще отказываются от мяса, на самом деле. Переходят на рыбу, там, на индюшатину, например. Почему нет? Легкое мясо очень полезно. Тем более в индюшатину говорят, не колят ничего. Я проверяла, у приятельницы индюки были, они говорят, нет антибиотики, не колим индюкам. Курицам колим, индюкам нет. Так что очень рекомендую. Поэтому берем под контроль свою жизнь. Когда мы выстраиваем свою жизнь, жизнь начинает меняться. навести порядок в себе. А когда мы проснулись и живем абы как, то тогда нас контролируют извне. Обстоятельства, ситуации и все остальное. И мы чувствуем, когда что-то происходит, мы чувствуем себя беспомощными. Почему? Потому что мы не держим под контролем свою жизнь. Продолжение следует...